Это с одной стороны, с другой стороны, у нас кроме этих проблем есть громадная проблема, кадровая. То, что еще было более-менее дееспособное, они разрушили. У нас институции, власти, они не дееспособны, потому что хорошие специалистов разогнали, потому что должны были у Аминь туда толкнуть. А хорошего специалиста, неважно в какой отрасли, за начинение, его не возьмут. И поэтому я к чему это, я искренне говорю, потому что я уверен здесь, многие приходят, если бы я был, я бы задавал этот момент. Нам тоже было сложно вначале тогда, но была другая ситуация, были специалисты, были люди. Сейчас только собрать всю интеллектуальную элиту страны для того, чтобы сделать диагноз. Мозговой штурм провести. И в результате этого диагноза определить действия, которые бы привели к стабилизации, потом к медленному, потом ускоренному росту. И еще раз, это нужно решать вопрос того, что происходит в обществе, вот это разделение. Мы граждане Молдовы, все. Безусловно. И это должны понять. Действовать сообща. Это первое. И, конечно, демография. Слушайте, в Южной Корее создали министерство по рождаемости. Серьезно? Вот сейчас? То есть, это что-то новое? Да, да, да. Вот сейчас. Потому что... Ну, чем будут заниматься министры? Я дико извиняюсь, чем министерство. А будут заниматься тем, что нужно, и проводить те решения, которые будут способствовать повышению рождаемости. Ну, понимаю. Вот, по их оценке, самая большая проблема на сегодняшний момент и в ближайшем будущем, и в длительный срок, это демография. Без людей... Вы понимаете, мы зря... Одни говорят в Еврозес, другие говорят в Европу, а третьи, что мы здесь будем сильными. Без людей будет сильная. Волкла.